А сейчас, как и обещала вам, я буду готовить витаминный напиток из апельсинов. Приступим, что я купила. Я купила апельсины, лимончик и мелкие огурчики, купила и укроп. Это вы знаете, если у меня сейчас будет желание, я ещё сделаю малосольные огурчики в мешке. Где-то в одном из видео я показывала давным-давно, как я это делаю. Но раз уж я буду сегодня это делать, то, естественно, почему бы не снять видео. Но главным номером нашей программы будет, конечно, апельсин. Сейчас я всё хорошенько промою и уберу в морозилку. Да, точно, пока они в морозилке лежат, мы с вами поймёмся засолкой огурцов. Правильно? Правильно. Ну и прокурор тут же, конечно, тут же прыгнул. Наблюдатель. Интересно ему всё. Да, Лютик? Да. Да. Ну всё, они у меня искупались как следует. Сейчас я и складу целлофановый мешок и примерно на 2 часа уберу в морозильную камеру. Всё. Будем делать 3 литра апельсинового витаминного сока. Он будет апельсиново-лимонный. Вот. 3 литра. Не 6, не 9, не 10, а именно 3. Не будем мы скупиться. У нас будет сильно витаминный напиток. Прямо витаминный, витаминный. Вот так вот. Вот 4 фруктика нам понадобится. Я помыла огурчики. Срезала им все интимные места. Кстати, вот эти вот огурчики маленькие. В магазине были точно такие же, вот пупырчатые, но покрупнее. Вот эти маленькие огурчики стоят 80 рублей за килограмм. А которые покрупнее 95 рублей за килограмм. Но монета надо было именно маленькие. Так что я купила на 15 рублей. Дешевле за 80. Так, чеснок я почистила. Перец, чёрный горошек. И помыла укроп. Кстати, укроп обычно я, когда готовлю, я оставляю вот эти вот пёрышки. Нежную вот эту зелень. А вот эти баделины срезаю и выбрасываю. Но при засолке огурцов это не тот случай. Вот это самое нам нужное. Они такие ароматные. Они не грубые. Они тоже мягонькие такие. И вот при засолке огурцов мы их тоже используем. Никуда не выбрасываем. Хотя, если их перекрутить на мясорубке, заморозить, то можно и в приготовлении любых блюд использовать. Вот именно вот эти вот крупные части укропа. Ну, мне лень с этим возиться. Поэтому я в основном выбрасываю. Но сейчас мы их используем. И ещё нам соль нужна. Вот такая крупненькая соль. Не мелкая. Я вообще мелкую давно уже не покупаю. Когда я прочитала, что для того, чтобы она не слёживалась, туда специальные химикаты добавляют. И эти химикаты влияют на здоровье. То есть зрение падает и прочее, и прочее. Поэтому теперь мы покупаем только вот такую соль. Не скажу, что она прямо крупная-крупная. Она слёживается. Но для засолки это то, что нужно. Посмотрите, как погода резко изменилась. Я только что была на улице. 30 градусов жары. Вот пекло. Просто пекло. И вот, пожалуйста, вам. Небо затянуло тучами. Так потемнело дома, что я даже свет включила. Представляете? Вот это что, а? Лютик. Ну, что ты такой любопытный-то? Мальчик мой. Представляете? Сразу раз. И дождь. Пошёл. Всё потемнело. Пойдём огурчики солить. Пойдём. Я приготовила два мешочка целлофановых. В них мы и будем закладывать огурчики. Один я положу мелкие, другой крупные. Потому что мелкие быстрее посолятся. Чтобы не стали они пересолёными. И так укладываем. Вот как вздумается, просто укладывайте. Никакой аккуратности не надо соблюдать. Просто складывайте и всё. А крупные в этот. Ну, крупные они не крупные. Они такие. Ну, просто побольше сливка. Чуть побольше. Мелких у нас прямо как-то очень много. Вот так у нас получалось два мешочка. Всё. Сейчас порежем укроп. Перец горошек. И на три части примерно каждый зубчик разрежем. И по мешочкам раскидаем. Соли. Вот на это количество огурцов примерно полную столовую ложку. Ну, в каждый мешочек положим по пол столовых ложки соли. Огурцов здесь примерно полтора килограмма. Чуть побольше, может быть. Так. Высыпаем чёрный горошек. Ну, вот это количество. Тут, наверное, штук 30. Половина сюда, половина сюда. Чеснок. Просто вот берёте... Это у меня была головка чеснока. Я её всё разрезала. Почистила, разрезала. Не совсем нет. Вот так вот. И разделим это количество чеснока на два мешочка. Теперь укроп. Вот так у меня тут и крупные вот эти боделинки, и мелкие. Мы его тоже по мешочкам раскидаем. Вот так. Вот так. Всё просто. Девочки и мальчики, вы заметили, что все мои рецепты очень-очень простые. Я люблю простое приготовление. Вот для меня чем проще, тем лучше. Осталось только посолить. Смотрите. Набираю ложку соли. Половинку сюда. И половинку сюда. Сюда ещё досыплем, потому что ложка была неполной. Немножечко сюда. Всё. Сейчас эти мешочки завязываем. И хорошенечко встряхиваем. Хорошенько-хорошенько. А потом складываем завязанные прямо вот в мешках, в чашку и в холодильник убираем. Почему в чашку, потому что, ну, протечь могут. Там сок они дадут, и через мешки будут они просачивать, чтобы нам холодильник не испачкать. Всё. Покажу, что у нас получится. И вот так прямо спряхиваем. Вот так прям хорошенечко-хорошенечко, чтобы соль разошлась по всем огурчикам. И это так. Вот. Сейчас нашуршут вам. Всё. Вот так в чашечку их и в холодильник на полочку. А мальчик мой наблюдает, ученик. Тебе интересно, Лётик? Да? Он как вот дети маленькие делают. Куда? Куда лапочки свои на стол? Нельзя. Лётик, нельзя. Нельзя. Нельзя на стол. Ведь что? Как дети приходят, если взрослые что-то делают на кухне, стряпают или вареники лепят, то дети вот так вот сядут и будут сидеть, задавать вопросы, пальчики свои. Толкать на стол. Вот как ребёночек. Лётик. Так, кто сейчас по ушам получит? Ты как будто я не ему говорю. Любопытный? Ты любопытный кот? Учится, учится, учится. Каждый раз, как я что-то на кухне делаю, сядет вот так и наблюдает. Что ты там увидел? Уже пора самому пироги печь до оладьи. Всё бы наблюдал. Вот на стульчик вот сюда вечно сядет и смотрит. Любопытушка моя. Всё, убираем наши огурчики. Через 2 часа огурчики будут готовы. Можете отваривать уже картошку с картошечкой. Представляете, какая трересть. Лавровый лист сюда не надо, иначе будет уже запах таких вот консервированных огурчиков. А нам нужны именно малосолёные. Вот всё, что необходимо. Можно было даже перец не класть. Укропа и чеснока достаточно. У меня сейчас такой обалденный аромат малосолёных огурцов на кухне. Прелесть! Посмотрите, какой сеет. Как вовремя я пришла домой. А то бы я в своих белых тапочках да в белых брючках. Представляете, на кого была похожа. Так тепло. Просто супер. Тёплый дождь. Ну, на улице жарко. Дождь тёплый. Я бы прямо сейчас погуляла под дождём. Красота. О, как здорово! Как классно! Классно, классно. Хорошо, что у меня фотоаппарат не боится влаги. Я вот прямо сейчас высунула на улицу его. А ты боишься влаги? Тут как тут. Только что на кухне сидел. Ты только что сидел на кухне. А чё ты? Стесняешься, что ли? Вернуться. Что там? Сейчас будет гром, Лютик. Ну-ка, гром тебя как испугает. Что-то сверкнуло, мне кажется. Или мне показалось. Или это машина сверкнула. Давай закроем. А то ты свалишься ещё туда. Ой, мне даже очень нравится, что пошёл такой дождина. Мне это очень нравится. Сейчас посвежее будет. Да? Совсем уж духота. Пойдём. На кухню теперь можно. Пошли. Всё в его волосках. Посмотрите. Здесь... Сегодня захожу утром. А здесь солнце. Здесь вот эта сторона у нас вся солнечная. Захожу он тут. Ой, точно гром, Гриня. А он вот тут валяется. Растянулся. Тут ему более доля. Подушечку только вот не положила ему. Да? На солнышке лежит, загорает. Что? Всё. Я вытащила мои замороженные фрукты. Не скажу, что они прям твёрдые-твёрдые. Но думаю, измельчить сейчас их будет очень просто. Вот так я их покромсала. И лимон изрезала. И три апельсина. Из лимона все косточки вынула. Такой был богатый на кости. Женщина-лимон. А в апельсинах, наоборот, не было ни одной косточки. Вот повезло. Не пришлось ковырять. Мужские особи. Ну, такие слабкущие апельсины. Прелесть. Всё. Сейчас мы их будем измельчать. Позиций я буду ещё вот так. Очень быстро. Некогда мне ложечкой перекладывать. Всё. Сейчас это я измельчим, а потом вторую часть. Немножко сейчас пошумлю. Опачки. Какая красота. Вот бы на мясорубке-то я сейчас упражнялась. А тут раз и готово пюре. Сейчас следующую партию так же перемолочу. Посмотрите, какая у меня получилась полная чашечка ароматной красоты. Вот такое пюре апельсиново-лимонное. Но нам же нужно сделать вкуснющий витаминный напиток. Я набрала в трёхлитровую банку фильтрованной водички. Вот, неполную. Вот здесь у нас место осталось как раз вот для этого пюре. У меня такой аромат на кухне сейчас. Вот только себе представьте. У меня тут вот ещё попахивает вот этот друг. Я как будто вот в раю. Ну, всё, сейчас вот эту кашицу опускаю в баночку и даю настояться примерно 20-30 минут. Складываем. Вот так у нас. Всё, водичка стала окрашиваться. Посмотрите. В такой лимонный цвет. Ух, красотень! Красотень да вкуснотень! Ух, всё это перекладываю. Посмотрите, у меня полнёхонькая получилась трёхлитровая банка солнечной живительной влаги. Сколько здесь витаминов! Это правда, они аж выскакивают! Они там пищат! Выпейте нас! Съешьте нас! Всё, пусть настаивается 30 минут. А я вам похвастаюсь, что я ещё приготовила. На меня сегодня кулинария напала. И пока у меня всё это солилось, варилось, жарилось, парилось, резалось, морозилось, и я сварила вот такой красивый борщ. Замечательный, красный, прекрасный, вкусный, привкусный. Вот укропчик туда уже сыпанул. Всё, напаривается запахами, насыщается ароматами. Какая есть сегодня рукодельница! Ну, я прям не дождусь, когда вот это вот всё. Представляете, сейчас я это всё процежу. Добавлю туда немножечко сахарку. Хотя, вот знаете, на мой вкус я бы могла и не добавлять. Ну, просто дочь у меня, наверное, не сладкая, не будет пить. Хотя оно сладковатое. Я пробовала апельсины просто обалденно сладкие. Вот себе бы я сахар не добавляла. Но на трёхлитровую банку стакан сахара. Стаканчик, 200-граммовый стаканчик сахара добавить надо. И всё. Но сначала мы процедим. Всё, солнечная жидкость. Настаивайся. Всё, я процеживаю уже эту жидкость через ситечко. Потом, что получится, я вам покажу. Посмотрите, банк получили, сколько не полный. Сейчас я сюда высыпаю стакан сахара. Вот. Можете высыпать два, если любите сладкое. Но мне достаточно. Всё, стаканчик пошёл туда. Вернее, сахар стаканчика пошёл. А вот такие джемки получились ещё. Вот столько их. Выбрасывать я, конечно же, не буду. Потому что, ну, как можно выбросить клетчатку? Да ещё такую ароматную. Я сейчас этот жмак засыплю двумя стаканами сахара. И поставлю на медленный огонь. Засыпаю. И будет у нас вкусный джем к чаю. Это лучше, чем конфеты полезные. Такой русский сахар. Я прям не знаю русский. Почему он русский? И вот так вот второй стакан. Всё. Сейчас размешиваю и ставлю на медленный огонь. Ну, а банку нашу тоже я хорошо взболтаю, чтобы сахар со дна растворился. Закрываю крышкой и убираю в холодильник. Очень вкусный будет напиток, когда он будет холодный. Он и сейчас вкусный, но холодный он будет бесподобный. Потом попробуем с вами вместе. Я достала огурчики. Вот мелкие сейчас будем пробовать. Уже прошло, ну, час прошел. Не больше, час, да. Сейчас попробуем, что они из себя представляют. Они уже соленые. Представляете? Вот то, что нужно. Вот такие полупрозрачные стали. Ароматные, чесночно-укропный аромат. И всё. Вот на соль то, что нужно. Пол чайной ложки примерно на 800 грамм огурцов. Ну, я так положила. И всё. Часы, они готовы. Сколько у меня сегодня вкуснятины за один день. Хоть с гречкой. Хоть с картошечкой. Хоть просто их ест. Вместо семечек. Очень вкусные огурцы. Пробуйте. И быстро, главное как. Вот сколько я их? Полчаса на них потратила? Вместе с мытьём, с там, с резанием, с очисткой. Вообще, быстро и вкусно. Просто. Главное, очень просто. Я очень хочу попробовать сок. Напиток, не сок. Налила его через воронку в маленькую бутылку. И в морозилку закинула. Ну, чтобы вас тоже не томить, знаете. Ждать, пока там остынет трёхлитровка. Сейчас уже будем пробовать. Уже минут десять прошло. Вот что у нас получается. Сахар уже растаял. Аромат. Вот нагрелась. И прямо вот уже соседей, наверное, боль. Откуда такой аромат приятный идёт. Сейчас попробуем. Не вру, вкусно. Правда, его можно уже отключать и не варить. Вот, ну, сколько постоял. Он даже ещё не закипел. Сахар просто растворился. Ну, вкуснятина. Я купила сегодня брусники свежемороженые. И сейчас покажу. И вот так размешала её с мёдом. Ну, думаю, такой у меня будет вкусный десерт. Витаминный. Ну, там-то витаминов не меньше. Очень вкусно. Вот попробуйте. Не выбрасывайте. Ни в коем случае этот жмых не выбрасывайте. Два стакана сахара на плиту. Вот она сейчас ещё покипит. Станет такой вообще густой-густой. И всё. И к чаю у вас замечательный такой джем. Приглашайте гостей и угощайте их и соком, и джемом, и солёненькими огурчиками. И будет всем-всем счастье и здоровье. Всё. Уже минут 10, наверное, прошло, как наша бутылочка получает ванны морозные. Сейчас будем пробовать сок. Ну, не скажу, что она ледяная прямо, но холодненькая. 10 минут бутылочка побыла в морозилке. Думаю, достаточно. Не совсем уж лёд. Такой прям мутненький напиток. Пробуем. Всем желаю здоровья. У меня нет слов. Очень вкусно. Очень вкусно. Прямо ароматно, вкусно, насыщенный. Такой вкус. Ничего вредного там нет. Ну, если исключить сахар. Можете сделать без сахара, но тогда нужно будет охладить посильнее. Вот такой он будет кислый, чуть сладкий. Но зато такой ароматный будет. Ну, кто не боится сахара немножко, то, в принципе, сколько на трёхлитровку положили немножечко совсем сахара. Он не сказать, что прям сладкий. Ну, такой сладкий. Очень приятный. Всем желаю здоровья. Приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте лайк. Надеюсь, мои рецепты были полезными для вас. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео. До встречи в следующING видео. До встречи в следующей серии.